Фактически каждая новотроицкая семья читает газету «Металлург», знакомы с ней и арчане. Работая около 50 лет на творческой ниве, газета не только не постарела, но и, сохраняя традиции, до сих пор является самой информационной и насыщенной. С началом строительства Орско-Халиловского металлургического комбината появилась необходимость вести документальную хронику на страницах печати. Так родилась газета «Металлург», рассказывающая в 50-е годы о том, как была запущена первая печь, как создавался славно коллектив металлургов, как работали, не жалея ни себя, ни сил, как ударно выполняли план, шли годы и… Если, допустим, первая газета была, ну, представьте себе, четвертушечку выходила на маленьком листочке, это первая газета в 52-м году, вот, то сейчас газета выходит на полосами полоса. Сегодня творческий коллектив, состоящий из 12 человек, выдаёт 24 информационные страницы в неделю. Повествуя о событиях, происходящих не только на комбинате, но и в соседнем городе России, газета не забывает о своих маленьких читателях, домохозяйках, пенсионерах. Ну, всё, что волнует людей. А какой возраст ваших читателей? Тоже самое разное, от молодых до пожилых. Работа в редакции не была бы такой слаженной, если бы не коллектив поистине творческих людей. Самое главное, что они очень любят работать, очень любят газетное дело. А если они любят это дело, значит, всегда всё получается. Главная заслуга любого журналиста, считает Галина Ивановна, это умение увидеть и желание написать так, как никто другой. Я даже утверждаю, что в журналистике нет заменимых людей. Каждый журналист по себе незаменим. Каждая специальность в журналистике, каждый человек – это незаменим. Кроме него так никто не расскажет, никто никогда не напишет, никто никогда так не сфотографирует. И вот когда у нас, допустим, из газеты кто-то уходит, я всегда говорю, вот этот человек ушёл, и с ним ушла его тема. С ним ушел тот интерес к этой теме, который никто уже не возродит. В последние годы изменился дизайн газеты, обновился коллектив. Но неизменным осталось желание работать и творить с тем, чтобы газета была самой читаемой в городе.